На скамье подсудимых молодая женщина, которую обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, подсудимая, узнав о том, что соперница ждёт от её жениха ребёнка, избила девушку и пыталась задушить вязаным шарфом. Защита утверждает, что возможность совершить данное преступление была и у других людей, что решит федеральный судья. Вы не видели, чтобы моя подзащитная набрасывала на вас шарф? То есть вы стояли лицом и прошло какое-то время после того, как вы отвернулись? Ну, естественно, я её не видела, но кроме неё никого не было в столовой. Она стояла за мной. Я отвернулась, и через какое-то время она на меня набросила шарф. Через какое-то время? Ваша честь, вопросов больше нет. Нет, давайте уточним. Какое-то время, это какое? Час? Минута? Нет, нет, буквально несколько минут. То есть не так долго было время. Она постояла, подумала и набросила на меня шарф. Ну, вы понимали, что она находит в столовой? Это может быть другой человек. Ваша честь, потерпевшая уже ответила на этот вопрос, она сказала, что не видела и прошло несколько минут. Я настаиваю на своём вопросе. Ваши, я настаиваю на том, что мы получили уже ответ на эти вопросы. А почему защита боится ответа? Я не боюсь ответа. Не надо оказывать давление на потерпевшую и не надо оказывать давление на нас. По одной простой причине мы услышали ответ на этот вопрос. И более этого, спасибо вам, мы услышали, что прошло, оказывается, несколько минут. Так, пожалуйста, уточняйте. Скажите, вы в столовой находились одна. Вы видели, что пришла Корякина. Кто-то еще заходил в столовую? Нет, никого не было. Вы могли отчетливо это видеть? Ну, я никого не видела. Я видела, что идет она ко мне и хочет выяснять, продолжать выяснение отношений, которые вот только что произошли там, в приемной. И после этого она начала на меня говорить. Понятно, дальше вы рассказывали. Да, я ей сказала, что... Больше вопросов нет. Все, спасибо, присаживайтесь. Приступаем к допросу свидетелей. Вызывается свидетель Зубов. Свидетель Зубов. Здравствуйте, свидетель. Пожалуйста, представьтесь. Зубов Валерий Максимович, 3175 года рождения. Где проживаете? Город Москва, улица Фанвизина, дом 10, корпус 2, квартира 54. Работаете? Да, заместителем главного бухгалтера винторговой компании. Прошу, приступаем к допросу. Валерий Максимович, ну вот расскажите нам, пожалуйста, о ваших взаимоотношениях с двумя девушками, из-за которых, собственно, и произошла вся эта история неприятная. Ну, не знаю. Наверное, я вам много виноват. Из-за меня это они. Ну, в общем, так получилось. Так, свидетель, ну, мы уже слышали показания о том, что конфликт произошел из-за ревности. Вот вы повод давали к этому? Ну, с Томой мы встречались где-то около полугода. Все у нас с ней было хорошо, ну, как положено, конфетно-букетный период, приложение через несколько месяцев. У нас с Алисой, ну, не знаю, у нас так все быстро произошло, ну, просто голову от нее потерял. У нас здесь не первый день произошло. Угу, ее долго уговаривать не надо, что там с ним? Ты что, у нее проститутка, что ли, сейчас меня звала? Ну, а кто ты такая? Ну, хоть здесь не ругайтесь. Ну, я Тому тоже любил, просто не мог объясниться с ними обеими. Просто Томи говорил, что порву с Алисой, Алисе говорю, что объясню все Томе. Ну, в общем, тянул-тянул, но я же не знаю, что до такого дойдет. Ну, нужно было, наверное, предполагать, что сопернице, которая на одной работе, между ними возникнет конфликт. Расскажите нам о событиях 16 апреля, которые развивались. Накануне Тома, мы с ним на сегодня был разговор, сказал мне, что ее бесит, что ко мне пристают всякие малолетки, и что она убьет любую, кто ко мне подойдет. Ну, в общем, в тот день я с ней так и не поговорил, хотя уже знал, что Алиса беременная. Ну, в общем, так сам выбрать не смог, а на следующий день все само собой решилось. А что вам известно о драке, которая 16 апреля произошла в офисе, в приемной директора? Ну, Томя сказал, что я вообще больше не буду с Алисой общаться. Алиса пообещала, что мы вечером пойдем в ресторан. Ну, она еще хотела по магазинам пробежаться, там что-то такое. Понятно. Ну, а вы при драке присутствовали? Вы видели, как подсудимая об клавиатуру била Михайловскую? Я был как раз наверху к нам, снизу там женщина, сотрудница прибежала в бухгалтерию к нам. Сказала, что там внизу творится. Ну, я быстро прибежал, увидел, как Том бьет Алису об клавиатуре головой. Там у клавиатуры вся кровь была залита. Ну, в общем, я их, естественно, разнял, и Том удержал, чтобы она вырывалась там. А она успокоилась через какое-то время? Ну, не сразу. Она кричала, чтобы я не вмешивался, что раз сам разобраться с ними не мог. Кричала, что убьет Алису. В общем, истерика у нее была. Крыша у нее поехала, истерика была. То есть даже слышали угрозы? А у тебя за это все нормально. Так, пожалуйста, не переговаривайтесь. Продолжаем. Ну, понятно, Ваша честь. У меня к свидетелю нет больше вопросов. Так, у вас будут вопросы? Не имею, Ваша честь. Спасибо, свидетель, присаживайтесь. Вызывается свидетель Скворцова.